Ровно 85 лет назад, в 1931 году, на базе отдельных электростанций мощностью всего несколько мегаватт создавалась белорусская энергосистема. Сегодня она является одной из крупнейших. Благодаря созидательному, профессиональному труду белорусских энергетиков в стране устойчиво функционирует высокотехнологический комплекс по производству, передаче и распределению энергии, обеспечивающий теплом и электричеством, природным и сжиженным газом все отрасли народного хозяйства и населения. Надежность и качество электроснабжения народного хозяйства и жилого комплекса Полесского региона обеспечивает коллектив пинских электрических сетей. Основная все-таки задача пинских электросетей – это надежное безаварийное снабжение наших и бытовых, и потребителей, и промышленность. Поэтому мы принимаем все меры, чтобы эту надежность повысить. В рамках модернизации основных средств белорусской энергосистемы мы выполнили ряд программ по реконструкции, модернизации наших сетей, строительству новых сетей 10 кВт-04 для энергоснабжения кварталов жилой застройки во всех районах. Чтобы представить масштабы работы пинских энергетиков, достаточно сказать, что коллектив, который насчитывает 869 специалистов, обслуживает 5 административных районов – Ивановский, Дрогичинский, Столинский, Лунинецкий, Пинский, а также город Пинск. Мы сегодня обслуживаем 2845 абонентов, всех-всяких. Из них у нас 282 – это промышленность, 2408 – это непромышленные потребители, 153 – колхоза. Ну а что касается физических лиц, то у нас порядка 200 тысяч. При этом, надо отметить, идет постоянный рост потребления электроэнергии. За 2016 год наблюдается у нас рост количества промышленных потребителей на 12 и рост потребления на 4,7%. Это связано с тем, что произошло увеличение практически по всем группам, но в основном это промышленность. Начали более стабильно работать такие, как Гомель Транснефть, Руб Гранит, Пинский мясокомбинат, Саушкин продукт, ну и так далее. Таким образом, только за этот год потребление энергии выросло на 30 миллионов киловатт-часов. Всего же за сутки коллектив обеспечивает подачу около 2,8 миллиона киловатт-часов. Многое делается на предприятии по обновлению и модернизации технического оборудования, энергосбережению. За текущий 2016 год наш филиал Пинский электросети Руб Ристэнерго провел огромную работу в плане освоения инвестиций, выполнил все технико-экономические показатели. Мы в этом году для удобства обслуживания нашего населения ввели расчет на кассовый центр. По улице Красноармейской, что позволило нам намного улучшить и качество, и удобство для наших абонентов, как юридических, так и физических лиц. Модернизированный, отвечающий всем требованиям расчет на кассовый центр. Еще один шаг не только в повышении качества оказания услуг населению и юридическим лицам, но и в дальнейшем развитии предприятия. Здесь же оказываются услуги в рамках технологического присоединения. Мы там оказываем еще и услуги в рамках технологического присоединения. То есть мы берем заявление у юридического лица, и в течение определенного времени ему не надо никуда ходить, а у него появится электроэнергия на его объекте. На предприятии достойно трудится 869 человек, чей самоотверженный труд и опыт позволяет обеспечивать надежное, устойчивое электроснабжение регионам, модернизировать действующее и вводить в эксплуатацию новые объекты энергосистемы. Во главу угла для нашего персонала эта задача стоит надежное и бесперебойное энергоснабжение. Мы на каждом рабочем месте свой персонал настраиваем, чтобы минимизировать время устранения повреждений, которые возникают в наших сетях, чтобы доставить меньше неудобств нашим потребителям. Мы настолько привыкли к бесперебойной подаче электроэнергии, что порой не задумываемся, насколько это сложная и трудоемкая работа. А вот отсутствие ее в домах и на предприятиях несет целый ряд неудобств, влечет за собой ряд последствий. Иногда специалистам пинских электрических сетей приходится работать в сложных погодных условиях, чтобы срочно устранять повреждения, а иногда и полностью восстанавливать линии электропередач. Меньше у нас звонков по городу, потому что тут надежность энергоснабжения выше. У нас везде кабельная сеть, трансформаторная подстанция закрытого типа. А в сельской местности у нас везде линии воздушные. Они больше подвержены внешним воздействиям в виде снега, дождя. У нас такие бывали моменты, когда гололед на проводах и под нагрузкой этого гололеда провода падали. Ну, что приходится потом это все восстанавливать, это все очень трудно. Повышение надежности энергосистемы региона – одна из важнейших стратегических задач, которые ставит и решает коллектив пинских электрических сетей. Мы ориентируем свой персонал, чтобы мы в течение часа перезапитали потребителей. Над этой проблемой мы работаем. Сегодня есть задумки для того, чтобы повысить надежность энергоснабжения пинского района, заняться проблемой автоматизации сети 10 кВт. И над этой проблемой мы сегодня работаем. Не менее важно, считает руководство предприятия, снижение потерь электроэнергии. Сегодня перед пинскими энергетиками стоят новые масштабные задачи. Им предстоит приложить немало усилий, чтобы реализовать намеченные планы и проекты, направленные на повышение экономической эффективности работы энергетической отрасли и обеспечение энергетической безопасности региона. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать вот эти потери. Роганизационные технические мероприятия проводим. И сегодня внедряются новые программы расчетов. Ввели мы, кстати, в каждом районе сетей инженера по расчетам и режимам, чтобы все-таки этой проблемой заниматься и снижать уровни потерь, которые имеют место быть сегодня. В 2018 году филиал Пинские электрические сети отметит свой 60-летний юбилей. Уже сегодня здесь многое делается для того, чтобы создать комфортные условия для работы персонала, от качества работы которого во многом зависит благосостояние жителей региона. Энергетика – это уникальная отрасль, которая каждый день обеспечивает теплом и светом всех без исключения граждан страны. В филиале унитарного предприятия «Брестэнерго» Пинские электрические сети работают высокопрофессиональные специалисты, которые, несмотря на все сложности, сохраняют высочайший уровень социальной ответственности, обеспечивают стабильное и безопасное энергосбережение. У нас на каждом рабочем месте работают знающие, профессионалы, персонал, которые отдают все свои опыты и знания, чтобы все-таки наши потребители были со светом, теплом, и чтобы им было уютно в этой нашей нелегкой жизни. В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от труда работников энергетической отрасли напрямую зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют любого дома. В конечном итоге – качество жизни каждого человека. И добрых слов благодарности и уважения заслуживают люди, для которых профессия энергетика стала делом жизни. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим праздником Дневной энергетики. Желаю всем вам надежной, безаварийной, стабильной, прибыльной работы. В канун Нового года и Рождества поздравляю всех вас и вашей семьи. Жизненного вам темезма, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и угасаемой энергии. Пусть в ваших семьях царит любовь и согласие, а в душах мир и гармония. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова